Бسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروري أنفسينا ومن سيئاتي أعمالينا ما يهده الله فلا مضيلا له وما يضلل فلا هاديا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد На прошлом занятии мы начали изучать самую четвертую часть этого благословенного послания سالسة تلسول четвертая часть посвященная подробному разъяснению того, что такое три основы سالسة تلسولة سالسة и мы начали изучение с вами первой основы где автор говорит если спросит тебя о том, кто твой Господь то скажи, мой Господь, Аллах, который взрастил меня и все миры своими милостями и Он мой Бог и я Ему посвящаю свое поклонение нет у меня помимо Него иного, кому бы я посвящал поклонение и потом автор сказал о том, что доказательство этому слова Аллаха, سبحانه وتعالى, الحمد لله, رب العالمين я восхваляю Аллах мы восхваляем Аллаха и поклоняемся Ему потому что Он Господь миров тот, кто Господь тот и заслуживает поклонения и все, что кроме Аллаха, это عالم все, что кроме Аллаха, سبحانه وتعالى, عالم значит не заслуживает поклонения и я один из этих миров и далее автор, рахмалу та'ala говорит бисм الله والصلاة والسلام и я один из этих миров и я один из этих миров والرب هو المعبود والдليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الْقالق لهاذه الاشياء هو المستحق ليل عبادة Если же тебя спросят как ты познал своего Господа то скажи по его знамениям и творениям к его знамениям относятся ночи, день, солнце и луна его творениями являются семь небес и семь земель и те кто в них и все что между ними доказательством этого являются высказывания Всевышнего среди его знамений ночи, день, солнце и луна не падайте ниц ни перед солнцем ни перед луной а падайте ниц перед Аллахом который сотворил их если ему вы поклоняетесь Всевышний также сказал воистину ваш Господь Аллах который сотворил небеса и землю за шесть дней а затем вознесся на трон он покрывает ночью день который поспешно за ней следует солнце, луна и звезды все они покорны его воле разве не ему принадлежит сотворение и повеление благословен Аллах Господь миров тот кто является Господом тот и заслуживает поклонения доказательством этому являются высказывания Всевышнего о люди поклоняйтесь вашему Господу который сотворил вас и тех кто были до вас быть может вы устрашитесь он сделал для вас землю ложем а небо кровли не звел с неба воду и взрастил ей плоды для вашего пропитания посему не предавайте Аллаху равных в то время как вы знаете ибн Касир до смелости над ним Аллах сказал творец всего этого достоин поклонения так автор далее говорит если тебя спросят как ты познал своего Господа то есть если тебя спросят а где доказательства где доводы указывающие на твоего творца на твоего Господа которому ты поклоняешься на его единственность то скажи я познал его би аяти его махлюкати по его знамением и по его творениям здесь встает вопрос очень важный вопрос я хаммакаллах вопрос о существовании Аллаха субханава таалю о существовании Всевышнего Творца вера в Аллаха включает в себя четыре вещи мы знаем что иман состоит из шести столпов первый стол самый главный от которого потом зависят все остальные столпы это вера в Аллаха многие ошибочно полагают что вера в Аллаха это значит вера в существование Аллаха нет вера в существование Аллаха это лишь одна из составляющих веры в Аллаха так вера в Аллаха имеет сколько составляющих мы сказали четыре первая составляющая это вера в существование Аллаха субханава таалю алимам би вуджудилля второе это вера в единственность Аллаха как Господа то есть То есть вера в таухида рубубия, в то, что Аллах Субханава Таалли единственный творец, властелин, управитель и все остальное, что связано с господством, с рубубия. Третья составляющая веры в Аллаха, это вера в то, что Аллах Субханава Таалли является единственным истинным Богом, единственным, кто заслуживает поклонения. То есть вера в таухид аль-улухия или таухид аль-ибада, единобожие, связанное с поклонением. И четвертая составляющая веры в Аллах Субханава Таалли это таухид аль-асмаву с сифат, таухид, единобожие, связанное с именами и атрибутами Аллаха Субханава Таалли, то есть вера в единственность Аллаха в обладании божественными именами и атрибутами. Позже, иншаллаху таалли, мы будем с вами изучать доказательства существования Аллаха Субханава Таалли, существования Творца. В общем мы скажем, что этих доказательств можно назвать, если разделить их на группы, в общем их четыре. Первое это доказательство, доказательство разума, аль-акль, аль-акль, разум человеческий, он безоговорочно указывает, если это конечно здравый разум, указывает безоговорочно на существование единого всемогущего Творца. Так, первое это аль-акль, второе это физическое восприятие, аль-хисс, физическое восприятие, указывающее человеку в течение его жизни на существование Аллаха Субханава Таалли. Как один из примеров, кто-то скажет, как это. Например, человек оказался в сложной ситуации, в такой ситуации, когда он понимает, что ничто не может помочь ему, все. Нет никаких причин, путей, через которые может прийти помощь и спасение, все. То есть он оказался в крайнем положении, безвыходном. И он просит, обращается к Всевышнему Аллаху, обращается к Творцу и получает помощь, получает помощь совершенно чудесным образом. Так случается с людьми, случается много раз. И это одно из доказательств существования Аллаха Субханава Таалли, который оказывает поддержку тому, кто оказался в сложной ситуации, в безвыходном положении. Так, это доказательство какое, через что? Через физическое восприятие, через какие-то физические явления. Третье, это фетра, это естество человека, природа его. Так заложено в нашей с вами природе, в нашем естестве, что мы верим в существование Аллаха Субханава Таалли, единого Творца, к которому тянется сердце, к которому тянется душа. Собственно, без этого человек даже не может себя чувствовать счастливым, полноценным и умиротворенным в этом мире. Итак, третье, это что? Фетра, естество. Ну и, конечно, четвертый довод, это шариат, то есть те откровения, которые не спасывал Аллах Субханава Таалли, те писания, которые не спасывал Аллах Субханава Таалли. Сегодня это Куран и Сунна, которые указывают нам на существование единого Творца. Автор, рахималлаху Таалли, как вы видите, приводит здесь доказательства. Он говорит, что указывает тебе на твоего Господа, если тебя спросят, как ты познал, то скажи, я познал его через его творение, через его знамение. И потом говорит, к знамениям относятся что? Ночь и день, солнце и луна, а творением являются семь небес, семь земель и все, что в них есть, и все, что между ними. И потом приводит слова Аллах Субханава Таалли. Сначала из суры Аль-Фуссылят, потом из суры Аль-Араф. То есть автор здесь приводит довод на существование Творца. Это довод откуда? Из шариатских текстов. Мы сказали с вами, здесь из Курана приведены аяты. То есть это доводы из текстов Откровения. Доводы вообще можно разделить на два вида. Мы с вами говорили об этом. Далиль Накли и Далиль Акли. Далиль Накли это что такое? Доводы Курана и Сунны. То есть то, что передано нам в Откровении. Это называется Далиль Накли. Есть Далиль Акли. То есть довод какой? Рассудка. Довод разума. Долмозрительный довод. Автор нам приводит какого вида довод здесь? Приводит шариатские доводы. То есть приводит аяты из двух сур Курана. Но эти доводы, которые являются шариатскими доводами, они в то же время являются что? И доводами, обращенными к нашему разуму. Это и шариатские доводы, и это доводы разума. Ясно это или нет? То есть, еще раз мы говорим. Существование Отворца. Автор нам доказывает здесь. Говорит, как это доказать? Он доказывает при помощи каких доводов? Довод шариатский. И приводит два аята. Верно? Аят из суры Фуссаля. Потом приводит аят из суры Аль-Ара. Шариатский довод. Шариатский довод на существование Аллаха Субхану Ата'аля. Но что в этих аятах? В этих аятах Аллах Субхану Ата'аля разъясняет нам на основе доводов разума существования Единого Творца. То есть, это довод шариатский, и это одновременно что? Довод разума. Понятно это или нет? И вообще, когда кто-то пытается доказывать существование Аллаха Субхану Ата'аля кому-то, к сожалению, сейчас много людей, которые не просто не исповедуют тавхид, или не верят в Писание, или не верят в Посланника. Они вообще не верят в существование Творца. Они вообще атеисты. Они вообще материалисты. Много таких людей. С такими людьми, конечно же, когда ты начинаешь говорить, ты не начнешь ему с рассказа о тавхиде Аль-Улюхия, не начнешь ему с рассказа о тавхиде Аль-Асмава Сыфат, не начнешь ему с рассказа о доказательствах пророчества и так далее. Ты начнешь с ним разговор с чего, прежде всего? С доказательств существования Аллаха Субхану Ата'аля. Так вот, поскольку для него Кур'ан, для него авторитет Кур'ан, нет, он вообще не верит в Аллах Субхану Ата'аля, поэтому ты не скажешь ему, ну, в Куране сказано, поэтому ты обязан принять. Нет. Ты должен будешь доказывать это ему на основе чего? На основе доводов, понятных его разуму, верно? И вот здесь очень важная тонкость. Не нужно опираться на доводы, придуманные людьми. Нужно брать доводы разума откуда? Из шариатских доводов, из Курана и Сунны. Там правильное обоснование и доказательство существования Аллаха Субхану Ата'аля. Когда люди отходят от этого, то впадают в страшные заблуждения, очень часто. Сами впадают и других вводят в заблуждения. Основоположник одного из самых страшных заблуждений в исламе. Джагам б'ну Сафван. Основоположник джагмизма. Отрицание всех имен, практически атрибутов Аллаха Субхану Ата'аля. С чего началось его заблуждение? Началось с того, что он встретился с материалистами из Индии или откуда-то из тех мест. И они сказали, они были материалисты, атеисты. Они сказали, докажи нам существование вообще сначала, Творца. Твоего Господа существования. Что нужно было сделать ему? Откуда черпать доводы? Из Курана и Сунны. Это самые прекрасные, самые верные доводы. Он уже начал выдумывать свои собственные. В результате придумал известный, неправильный, на самом деле, довод. Слабый довод, который показался ему сильным. И этим материалистам тоже почему-то показался сильным. Это довод, который называется воплощение явлений в телах. Потом от этого заблуждения пошли вот эти все заблуждения. После этого ему и Джагмиты, и Матазелиты, и более поздний. От этого неправильного, их так называемого доказательства существования Аллаха Субхану Ата'аля, которая требовала от них отказаться от веры в атрибуты Аллаха Субхану Ата'аля. Потому что вера в атрибуты ставила крест, разрушала их вот этот вот довод, который они выдумали. Как бы то ни было. Автор приводит нам шариатский довод, и он в то же время является каким доводом? Является доводом разума. И вообще так всегда. Это правило нужно запомнить. Не может быть, не может быть противоречия между шариатским доводом, тем, что сказано в аятах и хадисах, и здравым разумом. Довод разума и довод шариата, он всегда вместе. И всегда соответствуют друг другу на самом деле. Но опять же, подчеркиваю, речь это о каком разуме? О здравом разуме, о нормальном рассудке. Хорошо. Если же чей-то разум, чей-то акль не согласен с тем, что сказано в текстах Божественного Откровения, то это указывает на что? На то, что неправильно в текстах Божественного Откровения? Нет. Это указывает на порочность, на испорченность, на ненормальное состояние вот этого вот рассудка, этого акля. Итак, автор разбирает вопрос. Последствием чего ты познал своего Господа? И дает на него ответ. Последствием чего? Аллах, Субхану Атаалью, указывает нам в Коране. Последствием чего мы познаем? Аллах, Субхану Атаалью. Последствием чего? Автор говорит. посредством его знамений, посредством его знамений, посредством его творений. Кто-то скажет, а какая разница между знамениями и творениями? Ведь на самом деле, каждое творение Аллаха, пусть это будет маленькое или великое, но каждое творение указывает разумному человеку на существование премудрого, великого Аллаха. То есть каждое творение, оно является аятом, то есть знамением, правильно, указывающим на Всевышнего Творца. Почему же автор вот так вот отдельно упоминает, посредством знамений, посредством творений? Если каждое творение, мы сказали, указывает, что в каждой вещи сказано, у него у Аллаха есть знамение, указывающее на то, что он единый. Почему он провел так разницу? Что он имеет в виду? Автор провел разницу, подразумевая под знамениями не просто творения, а творения, которые подвергаются изменениям, тем изменениям, которые видны нам, нашему глазу, доступны нашему восприятию. И он назвал вот эти вот творения, которые подвергаются изменениям, знамениями. Почему? Потому что в них выражен более сильный довод, более сильное доказательство на существование Аллаха Субханава Тааля. Они являются более выраженными знамениями, более выраженными указаниями на Аллах Субханава Тааля, чем вещи, которые не подвергаются заметным изменениям. Хорошо? Понятно это или нет? То есть среди творений есть вещи, которые не подвергаются заметным изменениям. Мы видим вокруг, хорошо там, деревья, горы, еще что-то мы видим. Это творение Аллах Субханава Тааля. Мы видим творения, которые подвергаются изменениям. Мы видим солнце, которое восходит, которое заходит. Мы видим луну, которая поднимается, меняется по стоянкам, по фазам. У нее есть восход, у нее есть закат. Мы видим смену ночи и дня. Ночь и день, солнце и луна – это тоже творения, но это творения, которые постоянно что? Подвергаются изменениям, и это более выраженное указание на Творца. Или смена времен года, смена сезонов. В этом заключен более заметный, более ясный довод, чем в вещах, которые не изменяются. Вот почему автор по отдельности упомянул знамения и творения. Ясно? Ясен этот вопрос. Если вас кто-то спросит, почему, автор так говорит. Как ты познал твоего Творца, твоего Господа через знамения и творения. А какая разница между знамениями и творениями? Что мы ответим? Под знамениями что он подразумевает здесь? Каждое творение, в принципе, знамения. Подразумевает вещи, которые изменяются. Он назвать их знамением, потому что более наглядно. Более наглядно указание на существование Аллаха Субханава Тааля. Говорит он, к его знамениям, и вот теперь он говорит, знамения, что такое, что он подразумевает под знамениями. Потом будет говорить, что он подразумевает под творениями. К его знамениям, говорит, он относится ночь, идей, солнце и луна. А его творениями теперь являются, что написано у вас? Семь небес и семь земель и то, что есть в них и то, что между ними. Потом приводит доказательства. Доказательства на знамения и доказательства на творения. Доказательством этого, говорит он, являются слова Всевышнего. Среди знамений его, ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц, ни перед солнцем, ни перед луной. А падайте ниц, то есть делайте суджуд, падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их, если вы ему поклоняетесь. Так в этом аяте суры фуссырят упоминаются знамения Аллаха. То, что изменяется, это что? Солнце, луна, ночь и день. Вот эта смена ночи и дня, задумайтесь, вещь такая, казалось бы, привычная для нас. Но для живого сердца в этом великий, великий довод. Великий довод, указывающий на Творца, на Аллаха, Субханава Тааля. Довод, одновременно являющийся шариатским, поскольку на него указывает Аллах в Куране, в Сунне, и доводом разума, указывающим на то, что у этой вселенной, у этого мироздания, у всех этих созданий есть единый Творец, который управляет ими всеми. Грандиозный довод, смена ночи и дня, грандиозное знамение. Великие творения, великие знамения, солнце и луна. Не делайте суджуд, не падайте ни перед солнцем, ни перед луной. Почему? Делайте суджуд Аллаху, который создал их. Да потому что они созданные, они творения, нуждающиеся в Аллаху, Субханава Тааля. Потому не делайте им суджуд, а делайте суджуд Аллаху, который сотворил их. Если вы ему поклоняетесь, если вы ему поклоняетесь, мы говорили бы Наббас, что сказал? Поклоняетесь, всякое поклонение в Куране, это что? Это таухид. То есть, если вы единобожники, если вы говорите, если вы исповедуете таухид, исповедуете ислам, если вы посвящаете поклонение только Аллаху, Субханава Тааля, Богу истинному, тогда не делайте суджуд никому, кроме Него, кроме Аллаху, Субханава Тааля. Дальше приводит автор доказательств. Сура Аль-Араб. Приводит доказательства из Курана, в котором упоминает творения Аллах, Субханава Тааля, указывающие на Него и на Его единственность. Всевышний также сказал, говорит он, «Воистину ваш Господь Аллах». «Инна раббакумуллах». «Поистине Господь ваш Аллах, который создал небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на престол. Он покрывает ночью день, который неотступно следует за ней». День поспешно следует за ночью. Нет разрывов. День поспешно следует за ночью. «Солнце, луна и звезды, все они покорны Его воле. Разве не Ему принадлежит сотворение и повеление?» «Аля лагу лхальку вал амар». Разве не Ему принадлежит сотворение и повеление? «Табарак Аллаху Раббулалами». «Благословен Аллах, Господь миров». В этом аяте содержится указание на такую атрибуцию Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля, как «Алистива». «Алистива», то есть вознесение Аллах Субханава Тааля над престолом. Восхождение Аллаха Субханава Тааля, восшествие Аллаха Субханава Тааля на престол после создания небес и земли в буквальном смысле этого слова, без каких-либо искажений. Восшествие Его на престол, которое соответствует Его величию, которое неподобно восхождению творений, восшествию творений. Так, эстива, это особое возвышение Аллаха над Ашшем, над престолом. Аллах ему всегда был присущ и будет присущ такой атрибут, как аль-улу. Аль-улу, то есть абсолютная возвышенность. Аллах над всем, хорошо? Над всем сотворенным, вне сотворенного мира, в абсолютной возвышенности. И всегда Аллах вот так вот был абсолютно возвышен над всем. Аллах создал небеса и земли за шесть дней и потом совершил особое еще возвышение над престолом. Аллах всегда был, как мы говорили с вами, всегда возвышен над всем. И над престолом, и над всем. Но это особое восшествие, особое восхождение Аллах над престолом. Это эстива. Аллах сунамаджима верит в этот атрибут, в буквальном его смысле. Без вот этих четырех вещей, о которых мы с вами говорили. Признаем этот атрибут, его буквальном смысле. Без четырех вещей, о которых мы с вами говорили. Избегая четырех вещей. Какие четыре вещи, которые мы избегаем? Мы не отрицаем, то есть не делаем что? Таатиль. Мы не искажаем, то есть не делаем тахриф. Мы не уподобляем атрибутам творения, в данном случае восхождению творений. Это мы не делаем что? Тамсиль. И мы не говорим, что не задаемся вопросом как. То есть не пытаемся представить себе образ или описать образ этого. То есть без чего? Без такифа. Или беля кейф. Без вопроса кейф. Как? Мы верим в истину, а восхождение престолом, сообразно его величию. Однако при этом мы исключаем, внимательно, исключаем различные неправильные представления. Различные ложные представления об этом. Например, такие представления о том, что престол Аль-Арш или Аль-Курси, то есть подножие престола Аль-Курси, или небеса, что они как-то ограничивают Аллах Субхану Ата-Аля, или что они как-то окружают Аллах Субхану Ата-Аля, или что Аллах Субхану Ата-Аля нуждается в них, нуждается в престоле, или в подножии, или в небесах. Все это мы отрицаем. То есть без вот этих вот неправильных ложных представлений. Аллах Субхану Ата-Аля самодостаточный. Аллах Субхану Ата-Аля не нуждается ни в чем. Абсолютно ни в чем. Ни в небесах, ни в Курси, ни в Арше, ни в чем другом. Понятно? Это, в общем, вера. Мы сказали, во что? Такой атрибут, как Аль-Истива. Аль-Истива. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды, все они покорны его воле. Сахарат имби амри. Аля лагуль хальку аль-амр. Поистине ему принадлежит сотворение и повеление. Или, можно перевести по-другому, разве не ему принадлежит сотворение и повеление? Ответ на этот вопрос, конечно, ему. Он единственный творец, и он единственный, который повелевает. И религиозными повелениями своими, и бытийными своими повелениями, субханава тааля. Одной из причин, внимательно, одной из причин увеличения имана, веры у человека. Каждого из нас интересует вопрос, как повысить свой иман, как поднять свой иман. Так вот, одна из важных причин увеличения имана у человека, это размышления над сотворенным. Размышления о творениях Аллаха, субханава тааля. Когда человек смотрит на окружающий мир с искренним сердцем, прося Аллах, субханава тааля, указания на истину, то открывается поистине для него великое знание, и увеличивается его иман. То есть смотреть искренне на этот мир и не уверовать, или не получить увеличение своего имана. Хорошо? Если человек действительно искренне, сердце его открыто. Это невозможно. Вот почему Ибраим, алей-салям, если вы помните Сораль-Бакара. Ибраим, алей-салям, вел дискуссию с этим тираном, с этим царем, который возобнил себя божеством. Он вел дискуссию с Немрудом, с тарем Немрудом. Доказывай ему, что Всевышний Аллах, он творец. И значит, раз он творец, значит, только ему и нужно поклоняться и больше никому, кроме него. Что сказал Ибраим в этой дискуссии? Алей-салям, он сказал, Господь мой оживляет и умершляет. Великое знамение на самом деле появляется вдруг живое из ничего, потом из этого живого, это живое умирает. Потом Аллах, субхану, воскрешает его, когда пожелает. То есть, это жизнь и смерть, которые дарует Аллах, субхану, великое знамение для тех, у кого зрячее сердце. И сказал ему Ибраим в надежде, что может это способно привести в движение его сердце, этого тирана. Рабби йохи его юмид. Он оживляет и умершляет. Значит, если он оживляет и умершляет, поклоняйтесь ему, только ему одному. Но этот довод не убедил Немру. Немруд сказал, анахи его юмид. Ну и я тоже оживляю и умершляю. Я тоже оживляю и умершляю. Вот есть человек, захочу, оставлю его в живых. Захочу, прикажу, казнить его. То есть, я тоже распоряжаюсь жизнью и смертью. То есть, для меня это не довод, субхану. Конечно, Ибраим мог ему начать говорить, но то, что ты делаешь, это на самом деле не оживление, не умершление. Это не настоящее оживление, не умершление. Да, мог. Но Ибраим, алейсалам, это тоже, кстати, для тех, кто объясняет кому-то или имеет дискуссию с кем-то тоже урок. Он перешел к более сильному доводу. Хорошо, предположим, ты этот довод сейчас не признаешь. Перешел к более сильному доводу, неопроверживому доводу. Что он сказал, алейсалату ассалам? Сильное и мощное знамение упомянул, неоспоримое знамение. Он сказал, поистине Аллах выводит солнце с востока. Выведи его, подними ты его, подними солнце, подними его с запада. И здесь уже Немрут ничего не смог возразить. Ничего не смог возразить Ибраиму, как он это сделал в первом случае. Он же не мог сказать, хорошо, я выведу солнце, откуда пожелаю тоже. Если бы он сказал такое, я выведу солнце тоже откуда пожелаю, то тогда все люди, которые присутствовали при этой дискуссии, они бы улечили его во лжи, сказали лжец. Но это совсем уже лжец, потому что все знают, что до создания Немруда и всех вообще этих царей, и всех этих владык, и всех этих властелинов, до их создания солнце восходило с востока и заходило на западе. И так будет после них всех, до самого преддверия судного часа. И вот это одно из величайших доказательств того, что Аллах, Субхану Ва Тааля, есть Творец, Он есть единственный истинный Господь, и нет у Него сотоварища. И далее автор говорит, Рахим Аллаху Ва Тааля, «Варраббуху вальмаабуд» «Тот, кто является Господом, тот и заслуживает поклонения». Тот, кто является Господом, тот и заслуживает поклонения, подытоживая. Вот этот вот тезис очень важный. Он уже звучал неоднократно на уроках у нас, но он будет звучать еще много раз, потому что это очень важный тезис, очень важное правило. Какое? «Варраббу гувальмаабуд» Запомните его. «Варраббу гувальмаабуд» «Тот, кто является Господом, тот и является маабудом», то есть тем, кто заслуживает поклонения. Кто является единственным Господом, тот должен быть для нас и единственным Богом. Кто является единственным в господстве, тот должен быть единственным в поклонении, божественности, достопоклоняемости. То есть, тавхид ар-рубубия, тавхид господства, тот вид тавхида, с которым соглашались многобожники, но это, как мы говорили, не ввело их в ислам. Чтобы стать мусульманами, чтобы войти в ислам, они должны были признать какой тавхид, тавхид ар-рубия. Отсюда очень важный вывод. Тот, кто признает тавхида ар-руббия, тавхид господства, но при этом хоть что-то, хоть чуть-чуть, из поклонения посвящает не Аллах, признает за кем-то, кроме Аллах, право на поклонение ему других, такой человек соответствует вот этим вот неверующим, этим вот мушрикам, которым был послан пророк Мухаммад саллаху али-васалю. Еще раз. Верит человек в то, что нет Господа, кроме Аллаха, и нет Творца, кроме Аллаха, верит в ар-руббия, тавхид ар-руббия. Но если хоть чуть-чуть посвящает поклонение Аллаху, признает право хотя бы небольшое кого-то на что-то из поклонения, помимо Аллаха, такой человек подобен кому? Соответствует кому? Вот этим вот мушрикам, многобожникам, которым был послан Мухаммад саллаху али-васалям. Итак, автор сказал, тот кто раб, кто Господь, тот и наабуд. Запомнили мы этот тезис? Кто является Господом, тот и заслуживает поклонения. Потом автор, как всегда, по своему обыкновению делает, что? Приводит довод. Мы знаем с вами из особенностей автора. Если он что-то говорит, то обязательно приводит что? Далиев. Приводит довод на это. Какой довод он приводит? Довод из Суры Аль-Бакара. Мы уже говорили с вами на прошлом занятии про эти аяты из Суры Аль-Бакара. Мы говорили с вами, что первое обращение в Куране, я-юан-нас, о люди. Первое обращение в Куране в этом аяте. В Куране много обращений. Я-юан-нас, о люди. Я-юан-лядин аману, о вы, которые уверовали. Я-юан-набию, о пророк. И так далее. Обращений много в Куране. Верно? Самое первое обращение в Куране, это вот это обращение. В этом аяте. Я-юан-нас, о люди. Это не значит, что это первое обращение, в том плане, что оно было первым неспослано в Куране. Не в плане порядка неспослания сур, внимательно. Не в плане неспослания аятов. А в каком плане это первое? В порядке, в котором расположены суры и аяты в мусхафе. Мусхаф, что такое мусхаф? Мусхаф, это Куран, собранный в письменном виде. Да, в виде книги. Называется как? Мусхаф. Слово сахифа, что такое сахифа? Свиток, страница. Хорошо? Так, по порядку в мусхафе, это первое обращение. Я-юан-нас. Мы сказали, это не значит по порядку неспослания. Первое, по порядку расположения в мусхафе. Первое обращение, и потом идет первый приказ в Куране. Опять в мусхафе, если читать от начала Куран, то первый приказ здесь, в этом аяте, который у вас там на листочках написан. И это первое обращение, призыв к чему? К таухиду. И это первый приказ к чему? Приказ к чего? Приказ таухида. Поклоняй только Аллах, субхану ва-та-аля. Я-юан-нас, о люди, у'буду, раббакум. У'буду. Первый приказ в Куране. Какой, если вас просят? У'буду. У'буду. Поклоняйтесь. Ибн Аббас сказал, если вы помните, что? Всякое поклонение в Куране, это означает таухид. У'буду. Поклоняйтесь. То есть, исповедуйте таухид. Искренне поклоняясь только Аллаху, субхану ва-та-аля. Посвящая поклонение только Ему. Возьмите Его своим единственным Богом. У'буду, раббакум. Почему? Почему Его возьмите единственным Богом? Раббакум, вашему Господу. Да потому что Он ваш Господь. Он, Который все творит. Он, Который всем распоряжается. Он, Который все наделяет своими милостями. Он, Который управляет. Он, Который владеет. Потому что Он ваш Господь. Он единственный Господь. Ему принадлежит Господь. То значит, раз Он единственный Господь, значит, Он должен быть и единственным вашим Богом. Еще почему дали Аллах, субхану ва-та-аля, говорит, посмотрите. а леди халак акум валя вина милка бликом который создал вас и тех которые были до вас тот кто является творцом и создателям вот только он и заслуживает поклонение это еще одно правило поэтому ибн кассир говорит давай толкование там аяту что говорит создатель всех этих вещей только он и заслуживает поклонение именно он заслуживает поклонение нет творца кроме аллах он ваш творец и он творец всех ваших предков всех поколений всех существ и созданий поэтому поклоняйтесь только ему дальше сказано может быть вы будете богобоязненными будете богобоязненными быть богобоязненными что значит быть богобоязненным богобоязненность по-арабски таква таква происходит от слова века я века я то есть защитная преграда защита таква богобоязненность означает сделать защитную преграду между тобой и наказанием аллах субханава тааля каким образом подчиняясь его приказам и отказываясь от того что он запретил . нет на основе внимательно знания и понимания и понимания они на основе джагля не на основе невежества это таква таква что такое сделать преграду богобоязненность сделать преграду между тобой и чем наказанием аллах субханава тааля посредством чего посредством выполнения приказываем и оставлением то что запретил аллах на основе на основе знания и на основе понимания это вот лучшее определение того что такое такое сделать между собой и наказанием аллах защитную преграду посредством выполнения приказов и отдалением от запретного на основе знания и понимания они на основе невежества так во богобоязненность конечно имеет уровне свои самый элементарный уровень минимальный уровень который должен быть у всех без него невозможно войти в рай невозможно стать мусульманин хорошо есть такой уровень есть выше уровень есть еще выше уровень и в куране аллах субхану то ли говорит это пулла приказывает так вот кто знает начало суры неса женщин я его нас это пора баку муляли халапа коммен на всем вовсе о люди обращение ко всем людям бойтесь вашего господа который сотворил вас из одной души это обращение ко всем людям такого что это за обращение ко всем людям как такого которая от них всех требуется это тоже так общее такое вот этот минимум такого это что отказ от ширка исповедание то ухида понятно дальше первый уровень без него нет такого чтобы войти в число богобоязненных вообще это что это значит войти в тофи дальше аллах субхану таргар суралим ран тоже читается в худды каждую пятницу мы слышим практически что сказано я айюхаля дина аману а вы которые уверовали здесь уже обращение кому уверовавшим то есть уже которые единобожники значит здесь уже пойдет речь не о чем не о уходе от ширкой вхождение в тофи и вхождение в ислам о чем-то уже другом до сказано я и аля дина аману так у лаха тукати увы которые веровали боитесь алла истинной богобоязненностью это уже богобоязненность более высокого уровня для кого для тех кто уже в исламе чтобы и богобоязненность была подлинной истинной есть еще выше богобоязненность это когда уже аллах субхану тарган богобоязненным обращаясь говорит будьте богобоязненными то есть к тем который и так не делают аром и выполняют вадибаты обращаясь к пророку говорит про колеса сам я его не бьют так или о пророк бойся аллах это уже самые высокие уровни богобоязненности и так далее аллах субхану а то ли говорить по стакам сказал о люди поклоняйтесь вашему господу который создал вас и все которые были до вас то есть всех ваших предков для лаком тот таком может быть вы будете богобоязненный потом аллах субхану а то ли приводит доводы нам указывающие на то что он единственный в господстве нет господа кроме него приводит различные проявления господства что сказано он сделал для вас землю ложа мы небо сводом и не звел с неба воду и вывел посредством нее различные плоды для вашего пропитания субханаллах упоминаются милости проявления господства аллах субхану а то ли аллах обосновывает посмотрите то ухи так уруги я чем вот господство таухидом ар-рубубия и после этого приводит первый запрет в куране первый запрет если первый приказ о году поклоняйтесь исповедуя таухид первый фалат а джалю лилляхи андада уантум таламу посему не предавайте аллаху равных это первый запрет куране если аллах единственный господь значит он единственный бог значит наряду с ним нельзя брать кого-то еще и придавать его в сотоварищи аллаху в поклонении в тохи долю или лято жарю лилляхи андада мы говорили с вами прошлый раз андад это множественное число от какого слова слова нидр нид не делайте аллаху нид нид в поклонении что такое нид нид это мы говорили с вами шаби-маси-навыр да сходный подобный соответственный равный не делайте аллаху равных сходных подобных соответственных посвящая им то что можно посвящать только аллаху субханава тааля будь то мольба или обеты или жертвоприношения или что-то еще уантум таляму не придавайте аллаху равных мантум таляму в то время как вы знаете вы же знаете что он ваш господь и творец зная это как же не знаете что только значит ему нужно поклоняться и божественности и поклонение должен быть для вас единственным у нас аллаху-саляма на бина мухаммаду аля алиса джима и махмаду алиарху 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 алиара